Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу выложить ряд видео. У меня накопилось много материала, и вот я их складывала, складывала в фотоаппарат. И вот, наконец-то, я... Значит, что я хочу сказать по поводу этих видео. Здесь будут аутфиты, несколько штук. И будет мой отзыв о продукции Эйвен вдогонку за предыдущим моим высказыванием по продукции Эйвен. Ну и вот так вот, по ходу, в общем-то, буду немножко рассказывать. Что хочу ещё сказать. Я недавно была в нашем театральном кафе. У нас есть драм-театр в городе. Называется он Театр имени Чкалова. Мы туда ходим, и вы видели видео, как мы посещали этот театр, спектакли, отрывки даже из спектаклей. Вот. И мне очень нравится этот театр. Он действительно красивый. И летом там во дворике этого театра организовано кафе. То есть кафе находится в здании самого театра, а дворик очень красиво оформлен. Статуи стоят, скульптуры. Несколько столиков стоит. Такое подобие русла реки или озера, ну такое удлинённое. И там стоят вазоны с пальмами. Фонтанчики есть. Это всё очень небольшое, но, вы знаете, такое всё... Я, в общем, сидела там. Это был выходной день, это было неделю назад. И было жарко. В общем, и было тихо. Это было воскресенье, середина дня. У нас в городе сейчас мало транспорта. Сейчас у нас, да, у нас сейчас мало транспорта. И бывают даже минуты затишья. Вот в воскресенье на этой улице, на которой расположен театр, может быть, даже 5-6 минут вообще никакой транспорт не ездил. Но птички пели. Птички пели, фонтанчик журчал. И мне было очень жаль, что я пошла туда без фотоаппарата. И я дала себе слово, что в следующий раз я обязательно его сниму, этот дворик. И покажу, как там мило и прелестно. Вот. Это то, что я хотела сказать по поводу дворика нашего красивого драмтеатра. Итак, заказ из каталога номер 9. Бальзам-спрей для волос. Абрикос и масло ши. Я такие бальзамы люблю. Почему? Потому что они облегчают расчесывание волос. У меня длинные волосы. И спреи эти облегчают расчесывание. И мне нравится такой. Запах нормальный. Я не скажу, что я в восторге. Но, в принципе, ничего. Нормальный запах. Лосьон для тела. Цветущая сакура. Никакой. Ну, просто лосьон с не очень приятным запахом. Какая-то химия ощущается. Гель цветущая сакура. Имеет приятный запах. Мне понравился. Я гелями умываюсь, моюсь. В общем, люблю гели. Пена для ванны. Весенний сад. Это литровая упаковочка. Я люблю пены. Они очень хорошо пахнут. Я ими мою руки, умываюсь. В общем, они у меня на все случаи жизни. Я ими даже раковину мою. Не знаю, мне так нравится. Такой аромат от них хороший. Это новинка. Новинка состоит в том, что это гель для душа. Райский сад. Вот с таким дозатором. Здесь 700 миллилитров. Я очень люблю вот этот райский сад. Он прелестно пахнет. Такой тонкий запах. У меня и скраб для тела есть, которым я лицо умываю. Вы знаете, я уже говорила это. Что-то у меня еще есть. А, у меня закончился лосьон для рук. Вот этого. Райский сад. В общем, это сейчас, на сегодняшний день, мой самый любимый запах. Изо всех умывательных средств Эйвона. Туалетная вода. Вот так выглядит пузырек. Приятная, легкая, но не стойкая. Очень не стойкая. Добрый день. Это очередной мой аутфит. Сегодня... Сегодня... Так. Сегодня... Да что ж такое все упало? Итак. Сегодня... Сегодня у меня такая вот мятная... На мне такая мятная кофточка. Такая мятного цвета. Туфельки. Балеточки. Сейчас... Так. Балеточки. Так. Показываю. Балеточки. Так. У нас есть кот, и он мяукает. У нас появился котик. Я покажу потом. Так. Вот так вот. И вот такое украшение на мне. Сейчас я котика выпущу, а то он плачет. Дальше. Браслетик. Вот. Такой зелененький. Видео о браслетиках я выложила. Так. Дальше. Здесь колечко с сапфирами. И два браслетика серебряных с сапфирами. И колечко серебряное с сапфирами. А здесь у меня... Так. Что у меня тут? Так. А здесь у меня колечко турецкая бижутерия. Еще... Нет. Это не с этого. Это с магазина. Так. Что-то я закрыла и разговаривала. Дальше. Еще разочек. Значит так. Кофточка мятного цвета. Такая. Балеточки. Котик. Видите, какой у нас котик появился? Экзот называется. Это котик породистый, с документами. В общем... Так. Где он там? Экзот наш. Такой милый вообще прелик. Ладно. Сейчас сумочку продемонстрирую. И очки. Сумочка. Так. И сумочка. Сумочка. Вы ее уже много раз видели. Она очень подходит. Вот этот костюмчик. Так экзот ходит. Милый вообще. Такой миленький. Это что-то. Я вообще обожаю котов. Что-то он хандрит. И очки. Очки. Такое обрамление. Пластик зеленого цвета. Леопардовый. Сейчас. Вот так. Так. Вот. Вот такой у меня аутфит. Немножко размазала этот аутфит. Потому что кот меня отвлекал. Вот. Так. Где мой кот? Пошел есть. Ну. Все. Так. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Все. Пока. Сумочка будет вот такая. Сейчас я покажу, какие ручки. Вот такая сумочка. Такая цвета фуксии. Довольно-таки большая. Я в нее положу несколько журнальчиков. И буду гулять. Балеточки отличаются от сумочки. Балеточки идут в тон платью. Вот такие сиреневые. Почему я взяла яркую сумочку. Во-первых, потому что она мне очень нравится. А во-вторых, когда сиреневое платье, сиреневые балеточки, сиреневые украшения. Сейчас еще покажу. Сиреневые украшения. Соответственно, и на мне. Потом покажу. Вот. То есть, что-то должно немножечко этот цвет развеселить. Вот будет такая сумма. А вот это и само платьице. То есть, вы уже видели на моих фотографиях подобное платьице. Есть у меня цвета малинового такого, яркого, даже вишневого. Потом второе такое платьице синего цвета. Тоже вы видели на фотографиях. А это вот такое вот сиреневое. Даже, может быть, где-то фиолетовое. Очень красивое платьице. В общем-то, это... Я, опять же, перепутаю сейчас материалы. В общем, материал это натуральный. Этот не хлопок, этот... Ну, хлопок, наверное, штапель. Штапель. Вот. Вот такое. Ну, одно такое необъятное. Возможно, я его сделаю под ремешок. А возможно, и нет. Вот. В общем, вот такой вот будет у меня сегодня гардеробчик. Продолжаю тему аутфитов. Сегодня она мне такая желтовато-горчичного цвета. Юбочка из хлопчатобумажной ткани. Это костюмчик. Есть еще к ней кофта. Но я не люблю костюмов, поэтому я их ношу порознь. Вот к этой юбочке я надела вот такие босоножки на танкетке. Сейчас покажу. Вот. Вот такие босоножки терракотового цвета на танкетке. Маечку леопардовую, которую вы уже видели. Дальше. На волосах желтого цвета. Не бархатка, а, в общем, резинка. Дальше. Украшение из муранского стекла. Вот такое. Довольно симпатичные такие бусинки. И... И серьги. Серебряные серьги. Вот с таким вот фианитом. Так. Браслетик. Вы его видели. И кольца. Паук на безымянном пальце. И на указательном цитрин. Здесь у меня тоже цитрины. А в центре искусственно выращенный корунт синего цвета. По имени Сапфир. И там еще вставочки кое-какие. Там, где камешки повылетали. Это я тоже показывала. И сумочка. И сумочка. Вот такая сумочка. Она подходит под юбочку. Под босоножечки. И неплохо сочетается даже с кофточкой. Вот такой сегодня аутфит. А что-то я показываю. Показываю себя. Ничего не видно, да? Ну да. Я же... Я забыла... Я забыла сделать подальше. Вот так вот. Юбка, конечно, полнит. Но мне очень хочется. И мне все равно. Ну, в конце концов, у меня не шешнадцать. Поэтому имею право на некоторую полноту. Ну, понятно, в рамках разумного. Ну, вот так, девочки, мальчики. Пока-пока. Так, ручкой. Пока-пока. Пока-пока. Сегодня у меня сумочка. Темно-синяя. Балеточки. Такие балетки. Балетки. Сумочка. И я. Брошь. Вот это у меня брошь. Я ее показывала. Такая брошь. Очень красивая. Здесь ее цвета не видно. Она темно-синяя. Такая же, как и это платье. Браслетики на руке. Очки тоже синего цвета. Вот. Значит, ну, вот такой вот аутфитик. Вот. Поясочками я не хочу пользоваться, поскольку жарковато. Так что буду ходить вот так. Хотя я где-то тут. Ну, ничего. Так вот примерно. Так, примерно я выгляжу. Вот такой аутфит. Так, так, так. Серьки. Серьки я тоже показывала сегодня. Вот эти большие. Большие ромашки. Ну и. Ну и иду на прогулочку. Вот такаяся. А, ну да, колечко. Вы тоже его видели. Вот такая. Веселенькая. Слегка. Слегка.